Теперь можно будет делать столько снимков, сколько захочется, и при этом не беспокоиться о зарядке фотоаппарата. Тем более это очень актуально в преддверии лета. Здравствуйте, меня зовут Кирилл, и это выпуск лаборатории ION. У меня в руках Casio XLIM EX-H30. Матрица у нее 16,1 мегапиксель и 12-кратный оптический зум с системой механической стабилизации. Очень важной особенностью этого аппарата является то, что он может делать до 1000 снимков без подзарядки. Тысяча. Это можно весь отдых просто фотографировать и не думать, что его надо заряжать. Обработкой всех снимков занимается цифровой мозг камеры. Называется он XLIM ENGINE 5.0. Он позволяет передавать более яркие цвета, сократить время задержек и повышать качество снимков. Сверху находится колесо выбора режимов. И есть такой вот режим, который свойственен им для фотоаппаратов Casio. Premium Auto называется. То есть делая снимки в этом режиме, фотоаппарат автоматически подбирает наилучшие настройки для данного объекта. Не ограничивайте себя лишь фотографией, потому что H30 может писать видео качество HD разрешением 1280 на 720 пикселей. Потом можете просматривать это видео на вот этом контрастном 3-дюймовом дисплее. Выбираем на колесе режимов режим панорамы и... И у нас получается панорамный снимок до 240 градусов. Еще один из режимов. Режим называется Best Shot. Благодаря ему вы можете подобрать необходимый для вас сюжет, который подходит к данной ситуации. Вплоть до съемки видео для YouTube. Давайте снимем, к примеру, ретро. Вот такой. Магазин EON, 1873 год. Еще есть такой приятный режим, бесшумный. Видите? Фотоаппарат не издает никаких звуков, так что можете даже шпионить за кем-нибудь. Внешний вид. Спереди расположен объектив и вспышка. Сверху колесо для выбора режимов. Зум. Кнопка спуска. Кнопка включения-выключения. И кнопка экономии. Кнопка видеосъемки. Кнопка фотосъемки. Здесь навигационная клавиша меню. Клавиша просмотра. И еще одна клавиша меню. Снизу крышка аккумулятора. Вот. И здесь слот для карты SD. Сбоку. USB-разъем и кольцо для шнурка. В комплектацию входит зарядное устройство, но которое будет нужно очень редко, потому что, напомню, фотоаппарат может делать до 1000 снимков без подзарядки. Кабель для подключения к телевизору. USB-кабель. Шнурок. И гарантийный талон и инструкция по эксплуатации. Сегодня мы рассмотрели фотоаппарат, который позволит делать качественные снимки и снимать видео в качестве HD. И при этом он практически не требует подзарядки. Ну, точнее, очень редко требует подзарядки. С вами была Лаборатория ИОН. Смотрите наши обзоры на канале ИОН Телевизион. До новых встреч! Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...